Участницы хорового коллектива «Народной песни» на Ите после юбилейного концерта решили устроить застолье и вспомнить облом. Женщины еще не подозревают, что с этого дня их привычная жизнь изменится навсегда. Руководитель коллектива Сергей Сергеевич во время душевных разговоров делится с ними неожиданной новостью. Вскоре в хоровой коллектив вольется новая кровь. Женщины не готовы к переменам и решают бороться за сохранение старых устоев. «Баба Шанель» – это пьеса о коллективе, скажем так, очень опытных артистов. Пусть они там в пьесе любители, но у нас это опытные профессионалы. И, наконец-то, рязанский зритель увидит очень многих артисток, которых он давно не видел на сцене. И я думаю, что многие будут очень рады повстречаться вновь с этими замечательными артистками Рязанского театра драмы. Актрисы прекрасно справились со своими ролями и создали весьма колоритных персонажей, которые с особой простотой и неким юмором рассуждают о смерти и одинокой старости. Спектакль, мне кажется, он заставляет задуматься просто о жизни. Это какие-то наши рассуждения и о человеческом общении, и о коммуникации какой-то постоянной. И тема, мне кажется, жизни и смерти в нем поднимается. И, на мой взгляд, вообще эта пьеса, она заставляет задуматься о том, что в жизни все настолько скоротечно и настолько все быстро пролетает, что, как говорит одна из героинь, мало поводов для счастья, мало праздников. Нужно успевать праздновать, радоваться, веселиться, петь. Скорее всего, уходя со спектакля, каждый зритель на минутку дозадумается о том, а успевает ли он сам жить и радоваться, а также о том, что же в этой самой жизни главное. А главное – это любовь и взаимопонимание, которые царили и на репетициях, по признанию Арсения, и которые чувствуются в работе каждого участника спектакля. Очень сложно, потому что это не в моей манере, не в моем характере. Пришло себя переделывать, естественно. Так надо. Характер такой строгий. Мне даже режиссер говорил, еще круче, еще строже. Моя героиня по пьесе, она не очень общительный человек. Судя по пьесе, наверное, она одинока. И ей трудно стало общаться, и она поняла, что надо это, ей не хватает это. Для этого, наверное, она и пришла в этот ансамбль. Спектакль по пьесе современного драматурга Николая Коляды впервые ставится в Рязанском театре драмы, написанная 10 лет назад, поставленная во многих театрах страны. Она уже завоевала сердца театралов. Оценить рязанскую постановку успели первые зрители. Премьера состоялась в минувшие выходные.